Друзья, привет всем! Мы опять с Максимом. Да, всем привет! Это наше второе видео из этого места. Сегодня мы хотим вам рассказать про жилой комплекс, в котором живет Максим. Вот он, жилой комплекс, перед нами. Как мы уже говорили в прошлом видео, комплекс находится в отдалении от основной части города. Это район Махмутлар. Максим себе именно такое выбрал место, подальше от городской этой суеты. Почему? Почему? Потому что, друзья, когда вы переезжаете в другой регион или вы переезжаете как бы на море, почему-то есть такое распространенное мнение, что море должно быть в 100 или 200 метрах от дома. Есть такое, да. Да, все почему-то хотят в тапочках ходить в магазин и делать маникюр, педикюр, какой-то салон красоты и так далее. Но, по моему мнению, что на самом деле жизнь не строится с того, чтобы сходить в магазин в тапочках. Почему я выбрал это именно место? Потому что тихо, спокойно, никто не кричит. В большой туристический зон, ребята, здесь спокойно. Почему я выбрал именно здесь? Потому что я перед тем, как купить здесь квартиру, я пожил в таком прекрасном районе, как Оба. Я жил в 200 метрах от моря. А ты жил в нашем комплексе? В нашем, нет, я был в Нижнем, обе жил. И я жил там буквально месяца 3-4. После этого я оттуда сбежал. Почему? Потому что, когда я ложился спать, я ложусь рано в режим. В 10 часов и до 12 я постоянно проговаривал репертуар соседнего кафе. Я знал, кто за кем выступает, кто поет, что будет сказано и так далее. Очень шумно, ребята, и самый главный момент, что здесь лето, ну, 8 месяцев в году. Мы находимся у подножия Тарусских гор, здесь прохладно, ветерок. Когда лето здесь на 5-6 градусов прохладнее. Да, зимой, безусловно, здесь тоже на 5-6 градусов холоднее, чем Ахмут Лари. Но летом, вечером, ночью мы не включаем кондиционеры. Почему? Потому что прохлада, естественная, она, как бы, позволяет спокойно отдыхать. Если вы находитесь в Ахмут Лару, оба, не важно, где-то, близко к морю, среди больших пламмов, среди асфальта, среди этих дорожек, за целый день все это нагревается. И ночью все это тепло опять отдается в воздух. И в итоге прохлады ночью не наступает. Вы пользуетесь кондиционером. Возможно, кто-то простывает. Мне кажется, ты еще, Макс, сюда приехал и просто вот эту красоту-то все увидел. Место-то живописнейшее просто. Смотри, класс. Там море. Ну, камера 100% всего не передаст. Я приехал сюда и очень, мне почему-то Грузию вообще напомнило. Тут первые мои слова. Конечно, да, есть минус, что нужно добираться на чем-то до магазина. Ну, магазин где-то до магазина ближайшего километра. Ну, Максим купил себе мопед. Купил себе вот такую небольшую машинку. Рено Клио. Малолитражечку. Ну и, в принципе, все вопросы эти закрыл. Да, друзья, ну, смотрите, айдата в нашем комплексе 150 лирч. Я сейчас еще подробнее остановлюсь на комплексе. Весной будет запущен здесь у нас трансфер. Пойдем? Пойдем. Весной будет закончен уже трансфер до города. Два раза в день он будет ходить. И здесь будет реконструкция дороги. Бессловно, будет транспортная остановка и транспорт. То есть автобусная, да? Там есть автобусная остановка, но сейчас пока нет. Пустят специальный маршрут, спальный, и он будет идти в Махмудтарк. Мы, кстати, давай еще скажем обязательно, что ты теперь вообще управляющий вот этого жилого комплекса. Тебя выбрали. Друзья, ну, две недели назад прошло общее собрание жильцов. И ваш покорный слуга был собран управляющим этого комплекса. То есть, ну, как на общественных началах, не знаю. То есть, мне никакая зарплата не нужна. Я просто хочу, чтобы, а, здесь был порядок, чтобы грамотно распользовались и использовались средства и так далее. Я заинтересован. Жизнь здесь долгая, счастливая. И хочу, чтобы как можно больше русскоязычных семей жил в нашем комплексе. В нашем комплексе сейчас проживает 10 русскоязычных семей. Вообще, публика здесь разная. Есть голландцы, немцы, есть турки, есть иорданцы, есть ливанцы. Такая вот публика. И что самое интересное, качество нельзя сказать, но все образованы только люди. А самые военные, это врачи, это хирурги и так далее. Интеллигентные люди, да? Да. То есть, состав как бы, это интеллигенция этого комплекса. Ну что, друзья? Люди, в общем, уставшие, мне кажется, от городской суеты здесь живут. Максим, почему вообще? Мы сегодня будем показывать квартиру Максима, которую он продает. Он здесь продает 1 плюс 1 и переезжает вот туда в 2 плюс 1. В 3 плюс 1. А, в 3 даже плюс 1. Просто расширяет. То есть, настолько тебе понравилось, что ты даже вообще там ничего не рассматриваешь. Здесь продаешь и здесь же сразу покупаешь. Ладно, пойдем покажешь вообще сам комплекс, что тут у вас есть. В этом комплексе 16 4-5-этажных домов. Всего 110 квартир. Площадь комплекса занимает 1,5 гектара. Чтобы обойти пешком вокруг комплекса, потребуется в районе 10 минут. И по шагометру это 1 километр 300 метров. То есть, можно тут прям похудеть внутри комплекса. Ну, там в районе 5-2 кг. Ходить. Так, случилось у нас небольшое ЧП. Оторвалась ручка у переноски кота. Кот не пострадал. Ручку сделали. Ручку сделали. Так, что там получается? На 9 килограммов соседка похудела. Ходила в магазин. Ну, она приехала, она купила, ей тоже безумно понравилось. И просто она поделилась со мной, что Максим, за 2 недели пребывания здесь я похудел на 9 килограммов. Добро сходилось 2 километра до магазина и обратно. Ежедневно. Ну, то есть, километр туда, километр обратно. Да, смотришь, как видно здесь. Да, смотрите, просто. Это летний бассейн, но сейчас он, соответственно, не наполнен. Когда все это дело уже начнется? Сезон. Я думаю, у нас не раньше апреля, в любом случае. И можно купаться в бассейне вот такими, с такими видами. Ну да, тут есть у вас своя, конечно, изюминка. Кафе, которое тут уже арендовали. А, вот здесь у вас на первом этаже кафе? Да, будет кафе, в нижних помещениях будет фитнес-клуб, будет храмам, сауна и так далее. А у вас зимний есть бассейн здесь? Нет, зимнего нет. Зимнего нет, да? Вот здесь вот эти лампочки, да, включают. Здесь вообще у вас, в общем, свой такой микроклимат, да, внутри. Городочек такой маленький. Да, свой откусывался вы, это самое. Вот вам, друзья, с этой стороны ракурс. То есть с этого ракурса. И вот там я вижу, ну, такие зоны отдыха, да, беседочки. А в доме 6-8 квартир, грубо говоря. Так, всего 100 квартир в комплексе. Я еще раз повторю. Зимой, конечно, здесь народу поменьше, в основном все приезжают уже весна, лето, осень. Зимой живет процентов, может быть, 25. Сам комплекс вообще заселен процентов на 70, да. Люди, которые здесь живут и так далее. Квартир продажи осталось, в самом деле, немного. За последние полгода их прям, ну, не знаю, смели просто. Так у вас тут и цены недорогие, да, правильно я понимаю? Ну, сейчас без того поднялась, да, ну, за удаленность, да. Ну, если у нас в оба сейчас 70 тысяч, 1 плюс 1 уже стоит. 70. Ребята, мы с вами посмотрим 2 плюс 1 за 57. Забегая вперед, да? Сад, который мы посадили уже, кстати. Здесь растут мандарины, оливки и так далее. Видишь, маленькие деревьи. Ага, а вот это что там? Какие-то курочки должны были быть. Были курочки, на самом деле, но их кто-то перетаскал, как какое-то животное, не знаю, какой-то хищник. Да ладно. Чтобы 10 или 12 кур был и даже за один день. Все, в общем, канули в лето. Да? Да. Ничего себе. Ну, просто не знаю, оставим, не оставим. Может, каких-то есть смыслов завести каких-то чисто декоративных. Может, каких-то таких более боевых, чтобы могли дать отпор. Может, кто-то ухаживал за ним. Может, завести кого хочешь. Да, ну, здесь зона барбекю, то есть шашлык здесь жарите, отдыхаете, да? Мы поднялись на второй этаж. В доме есть лифт в домах. И вот она, квартира Максима у нас под номером 4. Сейчас нам Максим все расскажет и покажет. А, у вас там развиваться надо. Так, ну что, это коридор у вас такой большой получается. Сейчас же у нас вообще почти коридоров-то уже и вообще нет. Это квартира 1 плюс 1 у тебя? 2 плюс 1. А, 2 плюс 1. Квартира 2 плюс 1, 115 метров. Твоя квартира? Моя. С чего начнем? Давай. Я буду за тобой просохранить. С гостевой санузелом. Все, рассказывай. Ребят, гостевой санузел. Гостевой санузел. Угу. Так. Давайте посмотрим следующий. Основной санузел. Основной санузел. Так, свет имеется? Свет, ну, я включил. Ну, вот это хороший размер. Да. В санузле сделан теплый потолок, ребята. Теплый потолок. Термодатчик стоит, ребят. Так как вообще в домах Валане отопления нету, я поставлю здесь теплый потолок. Ну, это та же система теплый пол, только теплый потолок. Я ставлю себе 21-22 градуса. У меня полосуточный теплый пол работает. Я захожу в любое время. Утром, ночью, вечером ничего не открываю. У меня здесь тепло, 23 градуса. Прекрасно. Теплый потолок, что-то я первый раз слышу. Ребята, здесь теплый потолок. И такие теплые потолки. А почему не теплый? Неохота вскрывать плитку было? Да. Чтобы не класть ее, на самом деле, на плитку. Ламинат особо в ванной комнате не хочет, потому что ванная комната не хочет. Так, ребята, а спальня? Спальня? Спальня порядка 16 метров. Ну, мост тут, как все стильненько. Да, ребят, все новое. На самом деле, мы прожили здесь буквально месяца три. Надо было так еще торшер зажечь. Опа. О, красота. Люсер специально сделал с вентиляторами. Кондиционером мы здесь не пользуемся, потому что достаточно прохладно. Но если хочется еще немножко по кайфу, то просто включаем вентилятор. Да, и можно еще кондиционер. Кондиционер у нас все равно есть. Можете, если хотите, им пользоваться. Все. Так, это у нас балкончик, ребята. Так, балкончик номер раз. Да. Ага. Ребята, там восток. Два велосипеда гоняешь тут на велико, да? Конечно. С женой? С женой или без жены. Красавчики. Они, как говорили, голдоба. Ребят, посмотрите просто. А, и воздух, и вообще вид, ну да. Я говорю, есть в этом что-то. Есть в этом. Ну, может, со временем. Может, со временем. Чем, мне кажется, я буду становиться старше, тем мне больше нравится будет этот вид. Возможно, вполне. Так. Здесь ламинат, кстати, да, у тебя? Да, во всей квартире поселил ламинат. А я выключил его. Так, это, ну, грубо говоря, не знаю, как угодно. Гостевая комната для друзей, либо сын приезжает, либо один, либо второй. Просто, ну, самое минимум. Спартанские условия, да? Томбочка есть, но здесь никто не живет. Надо картину повешать, будет все. Образ завершен. Образ, да, наверное. Хороший ламинат, слушай, мне нравится. Так, друзья, ну, гостиная, потому что гостиной проводим большую часть времени. А здесь вот это что? А, это свет. Да, ну, свет, освещение и так далее. О, ну, как... О, 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 о. Ну, прикольно. Ничего себе, это за шахматы, с таким видом можно играть. Ну, если что, посмотри, виды какие. Друзья, вот сюда, здесь. Круто. Так, сейчас я с угла все покажу. Я зашел просто сразу. Друзья, квартира продается полностью, с мебелью. Со всей... Ну, конечно, убирать какие-то свои личные предметы. Телевизоры все заберешь? Нет, все остается здесь. А, все оставляешь. Да. Все это остается, на самом деле. Какие-то личные... Ну, мне вот здесь вообще вот эта зона прям очень нравится. Вот этот ламинат просто какой-то кайфовый. Друзья, смотрите, столик, шахматы играем. Супруга научилась шахматы играть. Все есть. Ребята, а кто хочет в нарды играть, пожалуйста, введите нарды. Все что угодно. Все есть. Все готово. Прикольно. Еще какие есть фишечки. Фишечки. Теплые полы, ребят, здесь сделаны. Теплые полы. А, еще балкон. Сейчас балкон снимем. Теплые полы, терморегулятор. А, здесь теплые полы. Теплые полы, да. Ребят, ставлю 21 градус, кондиционер, не включай зимой. Расходы зимой у меня... У нас куча людей, которые с теплыми полами спрашивают квартиру. Вот она, эта квартира. С теплыми полами, пожалуйста. Хочу на балкон, быстрее, быстрее. Привычки, привычки еще остались из-под московного дома. Это салат? Да, из-под московного дома. Так а что у меня мама сюда приедет, все будет вообще в цветах. Вот эта штука классная. Да, эта штука классная. Она будет стоять на том этаже. На самом этаже. А что у вас кота к ветеринару увезли? Да, ну это туалет его просто. Что, он заболел? Кастрировать надо же пора. А, весна начала орать, да? У нас во дворе там вообще что творится. И вот такая вот, смотрите, красотища. Вешером все горит, все в огнях. Тишина. В комплексе подсветка все работает. Слушай, ну здесь прям посидеть можно, не знаю, хоть что. С утра вышел, кофе попил, покушал. Вечером можно с друзьями, да, посидеть. Ну, блин. Ты же из Москвы, да? Ну, как бы... Ну, как у тебя вообще образ жизни? Ты там, у тебя тоже большая была квартира? А, нет, дело в том, что мы уже из Москвы последние пять лет, я жив уже за городом, я дом построил. А, ты уже, да? Мы как бы тяготеем, ну, чтобы поменьше народу было, чтобы поспокойнее пойти, поближе к природе. Поэтому нам очень это нравится все. Круто. Так, что мы еще не показали? Всю квартиру мы показали, да? Так, что еще, ребят? Техника Бош. А, по технике, да. Техника Бош настроена на все остается. Посудомойка, газ. Газ привозят вам пропанами. Газ привозят баллоны, да. Все, вытяжка и так далее. Все это остается. Холодильник тоже остается. Все это, да. Ага. Достаточно. Ребят, все новое. Стол. Не жалко? Не жалко тебе? Жалко, но, ребят, я переезжаю с 115 метров в 260. Ну, что мне жалко. Молодец, молодец. Так, ну что? Все тогда по этой квартире, друзья. Квартира, ну, мне реально понравилась. С этим балконом, с вот этим видом. Мне особенно что-то как-то прям зашел он в душу, запал. Какие вопросы задавайте, ребят, все ответим. Цена, еще раз. 57. 57 тысяч евро. Айдат. 150. 150 лир. 150 лир. Не евро. 150 лир. Что там еще интересует людей? Ребят, коммунальные платежи с теплыми полами, грубо говоря, у меня два месяца выходило в районе 500 лир. Но теплый пол у меня включен, 21 градус. И ощущение квартиры от теплого пола немножко другое, чем от кондиционера. То есть у меня здесь всегда тепло, я хожу босиком. Да, теплый пол-то это вообще красота. Я сочи знаю. Ну, два месяца, грубо говоря, зима, считай, здесь середина декабря по середине февраля. Два месяца, все. Конец февраля уже, в принципе, тепло. Хорошо. Друзья, ну вот такая вот квартира. Максим продает свою квартиру. Мы сейчас пойдем еще, да, какую-то снимать побольше. Дуплекс. Мы посмотрим дуплекс аналогичный, который я покупаю. Ну, как бы просто в другом комплексе. В другом блоке. В другом блоке, да. В общем, это повод для того, чтобы подписаться на канал. Следующее видео уже выйдет про дуплекс. Там шикарные виды, да, еще лучше, наверное. Ну, хороший вид. Ребят, ну, по крайней этаж. Ну, и цена. Приятная цена. В общем, друзья, подписывайтесь. Да, они вы узнаете уже в следующем видео. Вот видите, Максим уже блогер немножечко тоже становится. Сейчас номер появится мой на экранах. Ватсап. Звоните, пишите. Максим вас встретит, все покажет. Привезем, увезем. Ну, я думаю, да. Кто-то хороший какой-то человек должен стать новым хозяином этой квартиры. Да, безусловно. Все дело для себя, под себя, с душой, ребят. Ну, да, заметно, что все новенькое, все качественное. Не на продажу, знаешь, когда бывает мебель вот эту картонную накупит. Да, да, да. Ну, не, ребят, мебель все скатал, ждали, там, заказывали и так далее. Тут все это прям... На сегодня все, друзья. Всем пока. Пока.